Доброе утро! В Югре стартовала регистрация участников на студенческий чемпионат Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста». И это еще не все. Накануне в Нижнем Новгороде завершился российский национальный финал Global Management Challenge Russia. И уже сегодня стартует международный финал. Обо всем этом поговорим с руководителем проекта «Точка роста» по Югре. С нами на прямой связи из Нижнего Новгорода Сергей Шаптенко. Сергей Вячеславович, доброе утро! Доброе утро! Давайте прежде всего напомним всем, что из себя представляет проект «Точка роста». Ну, проект «Точка роста» это образовательный проект в сочетании теории и практики. Он, кстати, основан на симуляторе, на компьютерной модели деятельности управления компанией на международном рынке в рамках конкуренции. Это модель, симулятор, или так, чтобы проще можно было говорить, назовем ее тренажер. Вот как летчиков обучают летать на самолете на тренажерах, так на этой компьютерной модели люди, желающие приобрести управленческие навыки или понять, что такое бизнес и как управлять компанией на конкурентных рынках, они могут на этой компьютерной модели также тренироваться, принимать решения, как управлять компанией, но без риска для, так же, как и на тренажере самолетном, без риска для, как говорится, для бизнеса. То есть, если вы в реальной жизни возьмете кредит, вам придется его отдавать, здесь вы возьмете кредит, организуете бизнес. Если у вас что-то не получится, то вы только приобретете опыт, но не понесете никаких материальных затрат. Поэтому это высокотехнологичный образовательный проект. На сегодняшний день он один из лучших в мире, если не лучший. Академия народного хозяйства, госслужбы его отобрала, он создан англичанами, а португальцы его, так сказать, внедрили уже в мировую практику. Отобрала его на территории России, уже 15 лет на территории России и 13 лет на территории Ханты-Мансийского округа. Этот проект, как говорится... Проект-долгожитель. Работает, да. В Ханты-Мансийском округе это проект-долгожитель. Ну и в России тоже 15 лет. Он аккредитован Европейской ассоциацией бизнеса, то есть рекомендован Министерством образования и Минэкономразвития как образовательный инструмент в рамках подготовки специалистов развития малого и среднего предпринимательства. О нем говорил и Медведев, когда был президентом, и Владимир Владимирович Путин, как председатель попечительского совета агентства стратегических инициативов. А в одном из первых заседаний еще в 2011 году одобрили использование этого проекта как практику для подготовки управленцев. Сергей Вячеславович, если говорить о чемпионате России, вчера ведь завершился как раз-таки чемпионат России. Расскажите, как себя в этот раз показали наши югорские команды? У нас из 60 команд, здесь 300 участников, очень большое грандиозное мероприятие. Тут был представитель президента и губернатор. В общем, тут же 800 лет был праздник. И неделя управленцев в Нижнем Новгороде. Грандиозный праздник. И в рамках этого всего получилось такое большое крупное мероприятие грандиозное. Более 300 участников в чемпионате России, 60 команд. Наши команды югры, значит, опять нам немножко не дотянули, на что рассчитывали. Получили серебряные медали. Команда управленцев, государственных служащих наших с югры заняли второе место, получили серебряные медали. Команда «Газпромнефтьхантас» заняла четвертое место. И студенческая команда заняла седьмое место. У нас было шесть команд с югры. Мы самые такие были массовые представители в чемпионате России. Вот из них три команды добились таких результатов. Сергей Иванович, вы упомянули как раз-таки про студенческую команду. Сейчас же в это самое время проходит регистрация на студенческий чемпионат. Давайте об этом тоже расскажем. Я сейчас скажу об этом. Единственное, что я по результатам чемпионата России, еще с Нижнего Новгорода, хотел сказать, что на следующий год принято решение проводить чемпионат России в Ханты-Мальсийском автономном округе, в городе Ханты-Мальсийский. Так что у нас уже будет возможность. Мы в 2009 году проводили чемпионат мира, и это было отмечено в Ханты-Мальсийске. А теперь проведем еще чемпионат России. А сейчас в связи с тем, что чемпионат совершенствуется, раньше он был смешанный, в нем принимали участие и команды крупного бизнеса, участники, и студенты, аспиранты, и госслужащие, все категории участников населения. Сейчас мы стали их немножко разделять, и вот как первая практика фактически отделили студентов. Они теперь имеют возможность участвовать отдельно, соревноваться, потому что все-таки профессионалы и студенты разной категории, и студентам у профессионалов выиграть трудно. А для них это первый опыт, первые практики управленческие. Теперь они будут соревноваться отдельно между собой, и благодаря спонсорам... И главное, что еще есть время заявиться, зарегистрироваться до 1 октября. Все верно? Да, до 1 октября. К сожалению, Сергей Вячеславович, ограничены мы во времени, но я думаю, что все, кто хотел, это услышал, и вся информация есть на сайте, правильно? Призовой в фонд 1 миллион рублей, поэтому у студентов высокая мотивация, они еще могут успеть до 1 октября зарегистрироваться и принять участие. Уже более 350 человек зарегистрировалось, еще есть время всем принять участие. Сергей Вячеславович, большое спасибо вам за беседу. Буду рада снова с вами пообщаться. До свидания, хорошего вам дня.